Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему Сталин за два дня дважды получил известие о смерти Гитлера И кому принадлежал труп в мундире нацистского лидера Найденный советскими военными в здании рейхсканцелярии Первые русские снайперы Почему метких стрелков в России набирали из егерей И как один снайпер в 1812 году Целые сутки сдерживал наступление французов под Смоленском В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас Это картина российского живописца, мастера батальных сцен Александра Коцебу Художник изобразил Кунерсдорфское сражение Одно из самых кровопролитных битв Семилетней войны Масштабный конфликт разразился в 1756 году Боевые действия шли по всему миру В Европе, Северной Америке, в странах Карибского бассейна, в Индии и на Филиппинах В баталиях участвовали даже некоторые индейские племена Историки называют эту войну колониальной А военные эксперты окопны из-за массового применения редутов и других укреплений В русской армии тогда появился егерский батальон Первое спецподразделение снайперов Но почему снайперские роты формировали именно из егерей? И зачем стрелки в первую очередь устраняли вражеских барабанщиков? Это бекас Небольшая птица, обитающая на болотах и сырых лугах Бекасы летают очень быстро, причем по непредсказуемой траектории Поэтому для любого охотника эта птица – почетный трофей Даже само слово «снайпер» происходит от английского названия бекаса «снайп» В XVIII веке термин «снайпинг» прочно вошел в лексикон британских охотников, а затем и военных В Российской империи такого термина еще не существовало Зато в обиходе было другое слово – «егерь» Так в царской армии называли метких стрелков-пехотинцев «Егерь» в переводе с немецкого – «охотник» Именно из представителей этой профессии в 1761 году сформировали первое спецподразделение снайперов – «Егерский батальон» В состав егерских частей набирались лица невысокого роста, как правило, хорошо знакомые с техникой стрельбы Люди, которые были либо охотниками, либо егерями в лесных водях, кого-то из вельмож Инициатором создания егерского батальона был генерал-фельдмаршал Петр Румянцев Он перенял этот опыт у прусской армии, где также формировали стрелковые подразделения из бывших охотников На поле боя они занимались тем же, чем в довоенной жизни Сидели в засаде и поджидали жертву В первую очередь егеря выбивали из вражеских рядов офицеров, знаменосцев и барабанщиков Ну, голова армии, собственно говоря, то есть без барабана, без музыки утяжелялось управление войсками Если падает знамя, падает боевой дух, если, соответственно, гибнет офицер, то просто некому командовать Первое историческое свидетельство о меткости русских егерей оставил французский майор-артиллерист Фабер Дюфор В своих воспоминаниях он описывает сражение 1812 года под Смоленском Французы почти сутки не могли форсировать Дневр Из-за того, что с противоположного берега русские вели прицельную стрельбу Когда же подразделение, наконец, перешло реку и достигло огневой позиции неприятеля Удивлению солдат не было предела Они обнаружили одного единственного мертвого унтер-офицера егерского полка То есть этот человек настолько официально вел огонь, что содержал продвижение французской артиллерии И, по сути дела, доставил неудобства французской армии Штатным оружием егерей был штуцер – нарезное дульнозарядное ружье Его эффективная дальность боя составляла 300 метров Что в 2-3 раза превосходило показатели обычных солдатских ружей Это позволяло вести огонь с относительно безопасной дистанции Главный минус штуцера был в том, что его приходилось долго заряжать Из-за этого егерь мог сделать максимум один выстрел в минуту Иногда даже доходило до того, что пули, порох и все остальное При дульном заряжении приходилось забивать шомпол специальным молотком деревянным Потому что в нарезы пуля нормально не входила То есть это все трудоемкий и достаточно технологичный процесс Такое оружие стоило немалых денег Поэтому российская армия испытывала серьезные проблемы с поставками штуцеров Долгое время непозволительной роскошью для русских снайперов Была и знаменитая винтовка Мосина образца 1891 года Даже в войне с Японией далеко не все стрелки были вооружены трех линейками В то время как противник уже использовал винтовки Арисака с телескопическим прицелом Нашим бойцам и офицерам, в общем-то, ответить было нечем Мы, ну, кстати, достаточно успешно воевали, так сказать, именно обычными винтовками с обычными прицелами Но большое количество сибиряков, привыкших бить белки в глаз Каким-то образом компенсировало, так сказать, наличие у Арисака телескопических прицелов Невидимая смерть Как развитие снайперского искусства повлияло на обмундирование офицеров во время Первой мировой войны И где готовили лучших советских снайперов? Все самое интересное в загадках человечества через несколько минут только на РЕН-ТВ Людоед на пенсии Первый оптический прицел для трех линейки испытали на полигоне в Орененбауме в 1914 Спустя два года его приняли на вооружение К тому времени законодателем моды в снайпинге была Германия К началу Первой мировой войны там успели наладить серийный выпуск оптических прицелов Это позволило немцам подготовить огромное количество снайперов В отдельных ротах их было по 6-7 человек И многие из них, когда попадали на фронт, они даже брали с собой винтовки из дома Не уставного образца, оснащенные различной оптикой какого-нибудь Карла Цейса Да, очень хорошей, качественной оптикой И, соответственно, когда война превратилась в сидение в окопах Эти стрелки там по нескольку человек на роту, да, они очень сильно пригодились Вслед за немцами готовить снайперов стала Великобритания Правда, поначалу англичане несли огромные потери Их учили метко стрелять, но они не умели правильно маскироваться Потому что метко стрелять это очень хорошо Но если ты не умеешь маскироваться, подолгу выжидать Сидят там в одном и том же положении или лежа на позиции То, собственно говоря, после первого выстрела тебя, скорее всего, противник уничтожит Наученные горьким опытом британские стрелки стали активно использовать камуфляж Развитие снайпинга отразилось и на знаках отличия Чтобы избежать потерь среди офицеров, в армиях начали использовать полевые погоны С большого расстояния на них невозможно было разглядеть звания Со временем в условиях позиционной войны Снайперы стали настоящим кошмаром для противоборствующих сторон Нередко доходило до того, что с особо, так сказать, надоевшими снайперами Боролись при помощи артиллерии или, скажем, минометов То есть предполагаемый участок, где находился снайпер Просто накрывали огнем артиллерией целиком В Советском Союзе внимание снайпингу начали уделять только в конце 20-х годов Тогда при офицерских стрелковых курсах выстрел Организовали отдельную школу снайперов Через несколько лет подготовку стрелков стали проводить даже среди гражданских Этим занималось общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству Сокращенно ОСААвиахим Тем, кто сдавал нормативы, вручали нагрудный значок «Ворошиловский стрелок» Основной винтовкой, которая была на вооружении на тот момент Так остается винтовка Мосина, модернизированная На основе нее, на нее ставили прицел На смену винтовки Мосина была изобретена самозарядная винтовка Токарева, СВТ-40 Оружие было очень неплохое Оно уже было самозарядное, с отъемным магазином К началу Великой Отечественной снайперов в СССР были тысячи В первые месяцы войны советские стрелки настолько затрудняли немецкое наступление Что командование вермахта было вынуждено заново организовать снайперские курсы Закрытые после окончания первой рабой В Англии решают судьбу 60 тонн серебра с затонувшего парохода Тилава Времен Второй мировой войны Британский корабль, следовавший из Бомбея в Южную Африку Торпедировала японская субмарина В 2017 году сокровище на сумму более 3 миллиардов рублей Поднял со дна океана кладоискатель Росхайет А вскоре претензии на серебро заявило правительство Южноафриканской республики Которой предназначался ценный груз Власти ЮАР подали судебный иск И теперь Хайет может лишиться клада Как охотнику за сокровищами удалось поднять с затонувшего судна 60 тонн серебра И вывести его в Британию под носом у многочисленных конкурентов На этом снимке известный кладоискатель Росхайет В 2012 году он поставил перед собой амбициозную цель Поднять сокровище с затонувшего парохода Тилава Трудно поверить, но корабль, набитый серебряными слитками Пролежал на дне Индийского океана почти 70 лет На поиски погибшего судна Хайет не жалел ни средств, ни времени И неудивительно, ведь содержимое трюмов парохода оценивают в 32 миллиона фунтов стерлингов Это больше 3 миллиардов рублей Пароход Тилава отправился в последнее плавание 20 ноября 1942 года Он перевозил пассажиров и грузы из Индийского Бомбея в Южную Африку И до начала Второй мировой войны судно этой компании курсировали каждые 2 недели Но когда началась война, интервалы увеличились и многие люди очень долго ждали своего рейса В тот самый момент на корабль должны были попасть порядка тысячи людей Кроме них на пароход погрузили больше 2000 серебряных слитков для монетного двора в Притории Но добраться до места назначения кораблю не удалось На вторую ночь путешествия Тилаву атаковала японская подводная лодка Судно затонуло, почти 300 человек погибли Правда, перед смертью радист успел отправить сигнал СОС И через несколько дней выжившие люди были подобраны крейсером Бирмингем Что стало с остальными людьми, неизвестно Они считаются пропавшими Можно сказать, что они погибли, скорее всего И до некоторого момента времени никого не интересовало, куда делся весь груз Хаэт занимался поисками Тилавы больше полутора лет Место гибели корабля нашли в 2014 году неподалеку от Мальдивских островов Через три года подготовки Хаэт и его помощники решили попробовать поднять сокровища Чтобы избежать внимания конкурентов, операцию проводили в условиях максимальной секретности Удалось добыть практически все серебро, с исключением десятков слитков В итоге, для того, чтобы никому не удалось узнать о том, какие работы они проводят Сотрудники компании добывали со дна серебро И в водах Омана они опускали его на дно Откуда серебро забирала уже сменная команда Ценный груз необходимо было доставить в Великобританию Вот только самый короткий путь через Суэцкий канал не подходил Хаэту и его команде Египетские власти имели полное право конфисковать серебро Чему это было проблемой? Египет в этой ситуации выступал как заинтересованная страна Так как серебряные слитки во время Второй мировой войны Предназначались именно для того, чтобы производить монеты в Южной Африке В том числе и в Египте В результате британцы решили обогнуть Африку и перевезти сокровища через мыс Доброй Надежды В октябре 2017 года слитки выгрузили в британском порту И задекларировали как останки погибшего корабля Несмотря на все меры предосторожности Хаэта и сотрудников его компании О находке стало известно конкурентам В частности, одна американская компания узнала об этом И была очень заинтересована, что сделала эта фирма Она, в отличие от Хаэта, решила договориться с правительством Южной Африки 85% серебра стилавы Такую плату назначили американцы за поиск и подъем слитков А когда выяснилось, что сокровище уже в руках Хаэта Компания пообещала взять на себя судебные издержки, связанные с возвращением клада В свою очередь британец заявил, что не отдаст найденные драгоценности без выплаты солидной компенсации Власти Южной Африки подали на кладоискателя в суд Он изначально начал неправильно, он не сообщил, что он собирается доставать Он тайно все это делал И это еще больше запутало все выводы, скажем, из этой экспедиции Потому что если бы он изначально обратился к какому-то государству И начал эту работу, уже был приоритет у этого государства В данном случае все, естественно, накинулись на это серебро И каждый желает получить для государства или для своей компании что-либо с этого Впрочем, для охотников за подводными сокровищами подобные скандалы обычное дело В погоне за добычей они нередко нарушают законы, за что и получили прозвище пиратов 21 века Хаэт уже давно прославился сомнительными проектами, связанными с затонувшими кораблями Испанские журналисты выяснили, что он также является владельцем специальной компании Через ряд подставных лиц И эта компания занимается как раз-таки морской археологией То есть поиском сокровища Известно, что Рос Хаэт через эту компанию Как раз-таки искал сокровища, связанные с затонувшим испанским галеоном Сан-Хосе Который в 18 веке потерпел крушение недалеко от Колумбии На корабле перевозили драгоценные металлы из боливийских рудников в Испанию Историки подсчитали, драгоценности в трюмах галеона стоят около 17 миллиардов долларов Удивительно, но несмотря на то, что судно нашли несколько лет назад, сокровища до сих пор не подняли на поверхность По словам юристов, поиски проводили нелегально и с нарушением международных прав Потому что на него претендовало очень много сторон Правительство Колумбии, Испания, компания Росса Хаэта И также индейский народ Хара-Кхара, на территории которого было добыто как раз-таки это золото У американской компании, претендующей на серебро Тилавы, тоже скандальное прошлое В 2007 году кладоискатели подняли со дна Атлантического океана 17 тонн золота и серебра Этот клад считают самым ценным из когда-либо найденных под водой Вскоре о правах на сокровища заявило правительство Испании По мнению властей, американцы присвоили себе груз военного испанского судна Затонувшего в 19 веке возле побережья Португалии Но компания назвала обвинения необоснованными и отказалась сообщать местонахождение клада Но в результате, через несколько лет споров, все-таки суд штата Флорида Признал право именно за Испанией обладать этим сокровищем А вот судьбу груза Тилавы решает британский адмиралтейский суд Согласно архивным документам, серебро на теплоходе предназначалось не для государственных дел Такие грузы называют коммерческими И по закону они принадлежат тем, кто их нашел По закону, если такое происходило, то компания, нашедшая деньги или монеты Она могла оставлять их себе На что юристы Южноафриканской республики заявили, что серебро предназначалось для чеканки монет Это дело государственное, а никак не коммерческое В декабре 2020 года суд вынес решение в пользу Хайета Но уже через месяц дело рассмотрели повторно Невероятно, но судья изменил свое решение и разрешил представителям ЮАР подать апелляцию Сейчас серебро Стилавы хранится на складе в Великобритании, где оно и останется до выяснения всех обстоятельств дела Российские ученые оживили доисторических червей, найденных в вечной мерзлоте Якутии Результаты эксперимента опубликовали в одном из ведущих научных изданий По словам исследователей, они держали ледяные блоки с замороженными червями при температуре 20 градусов Цельсия в течение нескольких недель В процессе оттаивания биологи заметили, что две особи стали проявлять признаки жизни Начали двигаться и даже питаться Одному из червей 32 тысячи лет, второму почти 42 тысячи Это эпоха позднего палеолита Успешные опыты по оживлению животных проводили еще советские ученые Какой реальный эксперимент вдохновил фантаста Александра Беляева на создание романа «Голова профессора Дуэля» И как современные нейрохирурги смогли оживить мозг свиньи через 4 часа после ее смерти Человек остается в сознании еще несколько минут после остановки сердца К такому выводу пришли британские ученые из университета Саутгамптона Они в течение 4 лет общались с людьми, пережившими клиническую смерть Один из пациентов с точностью до секунды описал, как его возвращали к жизни Рассказ мужчины совпал с тем, что происходило в реанимации Медики пришли к выводу, что пациент находился в сознании как минимум 3 минуты после остановки сердца На этом портрете французский химик Антуан Лавуазье В 1794 году его приговорили к казне на гильотине По легенде он попросил своего помощника посчитать, сколько раз он моргнет после того, как ему отрубят голову Так Лавуазье собирался внести свой последний вклад в науку И ему это удалось По одним рассказам он моргнул 10 раз, по другим 30 Трудно сказать, насколько эта история соответствует действительности Но на самом деле многие палачи отмечали, что голова человека после отсечения действительно подает признаки жизни И может некоторое время сохранять жизнеспособность Пытается что-то сказать, двигает глазами и так далее В 1925 году в Советском Союзе опубликовали фантастический роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля» По легенде писатель вдохновился реальными экспериментами знаменитого физиолога Алексея Кулябка Профессор изучал жизненные функции мозга у окуня с отделенной от туловища головой Когда рыба переставала подавать признаки жизни, Кулябка пропускал через сосуды ее мозга физраствор И окунь оживал, он мог открывать и закрывать рот и даже шевелить глазами Однако провести похожий эксперимент на животных с более развитым мозгом ученому не удалось Физиологический раствор, то есть грубо говоря, это вода с определенной концентрацией соли Больше там ничего нет Единственное, что она помогает сделать, она помогает ткани не пересохнуть Но в ней нет питательных веществ, в ней нет всего того, что требуется полноценному организму для жизни Если рыбе и голове, может быть, не нужно было много энергии, то для существования головы, для существования мозга более высокоразвитого организма уже требуются все компоненты Ближе всего к реализации мечты о воскрешении живых существ подошел советский физиолог Сергей Брюхоненко Во время Первой мировой войны он лечил тяжело раненых солдат Большая часть его пациентов погибала И у него, собственно, возник такой, можно сказать, вопрос к самому себе Насколько солдаты должны вот так вот массово гибнуть От того, что им невозможно заменить частично функции сердца Да, можно ли все-таки как-то спасти человека, даже если у него прекратило работу сердца Можно ли поддерживать в нем жизнь? Как Сергей Брюхоненко оживил собаку с отсеченной головой? Сколько она прожила после воскрешения? И какой успешный эксперимент по возвращению с того света провел американский физиолог Роберт Корниш? Все самое интересное через несколько минут только на РЕН-ТВ Вернувшись с фронта, Брюхоненко изобрел аппарат искусственного кровообращения, который назвал автожектором Устройство состояло из двух механических насосов и легких донорского животного Один насос откачивал кровь из вены и обогащал ее кислородом Через другую трубку кровь попадала в артерию и возвращалась в организм В 1928 году с помощью этого аппарата Брюхоненко оживил собаку, которой отсекли голову Голову собаки подключили к аппарату искусственного кровообращения, пропускали кровь При этом голова не просто подавала признаки жизни, она подавала признаки сознания Она могла реагировать на различные раздражители, перемещала глаза, следила за какими-то раздражителями, пыталась лать Голова пса прожила отдельно от туловища два часа Вдохновленный успехом, Брюхоненко приступил к подготовке к следующему опыту Он попытался оживить собаку через 10 минут после ее смерти Из тела животного откачали всю кровь, а затем подключили к автожектору Пес ожил, сердцебиение восстановилось, зрачки снова начали реагировать на свет Но восстановить работу мозга после кислородного голодания ученому не удалось После таких оживлений подопытные животные жили недолго, да, в течение нескольких дней Они погибали, и продлить их жизнь дольше на том этапе не представлялось возможным Но все-таки нельзя отрицать, что этот опыт привнес большой вклад в дальнейшее развитие науки Опыты Брюхоненко пытались повторить и другие ученые Советский патофизиолог Иоакин Петров в течение нескольких лет ставил аналогичные эксперименты В Ленинградском институте переливания крови Он пытался оживить погибших животных, используя такие способы реанимации, как массаж сердца, электростимуляцию, искусственное дыхание и переливание крови Иногда Петрову удавалось восстановить дыхание и сердцебиение животного даже через час после гибели На самом деле полностью их функции не восстанавливались, они были очень повреждены, не возвращались к своей нормальной жизни Чем быстрее после наступления смерти удавалось восстановить дыхание и сердцебиение, тем больше было шансов вернуться к полноценному существованию Две-три минуты был самый-самый оптимальный срок В 30-е годы прошлого столетия эксперименты по воскрешению из мертвых проводил и американский физиолог Роберт Корниш Он придумал, как оживить убитое животное с помощью качелей Подопытными ученого стали пять собак Сначала он ввел им смертельную дозу эфира, а затем начал раскачивать их трупы на специальном столе, пытаясь восстановить циркуляцию крови В то же время каждому животному Корниш делал укол адреналина, в результате две собаки действительно ожили Ну, конечно, ничем хорошим эти эксперименты не закончились, потому что животное после умирало А США в то время уже начало вводить законы по защите животных, очень быстро деятельность его прикрыли В 2019 году американские ученые снова решились на резонансный эксперимент Нейробиологи из Ельского университета оживили свиней, которым отрубили головы через 4 часа после смерти Сначала исследователи извлекли мозги животных из черепов и поместили их в специальную камеру Через катетеры в мозги закачали раствор, напоминающий по своему составу кровь После чего им удавалось регистрировать, что обмен веществ в клетках мозга возобновился Клетки мозга стали потреблять питательные вещества, стали вырабатывать энергию Эксперимент длился 36 часов, и все это время ученые под руководством нейробиолога Нена Десестона фиксировали мозговую активность звеней Но пробудить сознание и полностью перезапустить работу мозга исследователям так и не удалось То, что клетки начали потреблять питательные вещества, еще не значит, что они полностью вернули свои функции Это значит только то, что они сохранили базовую способность к существованию Но насколько повредилась их функция, пока зарегистрировать не удается Эксперимент американских исследователей ставит под сомнение необратимость повреждения человеческого мозга после смерти Но как его оживить, ученые пока не знают По словам нейробиолога Сестона, раствор, который помог воскресить свиней, не подходит для людей Вдобавок, пока неизвестно, сможет ли восстановиться сознание человека отдельно от его тела Это британский серийный убийца Роберт Моцли Его считают самым опасным заключенным в мире На его счету 4 убийства, 3 из которых он совершил в тюрьме Жертвами Моцли стали его сокамерники С тех пор преступника содержат в одиночной камере, куда надзиратели заходят только группой Придерживаясь строгих инструкций безопасности Именно история Роберта Моцли вдохновила американского писателя Томаса Харриса На создание серии книг о докторе Ганнибале Лекторе Прототипами вымышленных персонажей часто становятся реальные люди С кого Михаил Булгаков списал своего профессора Преображенского из повести Собачье сердце И почему поручик Ржевский стал героем неприличных анекдотов Мало кому известно, что знаменитый поручик Ржевский в реальности занимал чин ниже Воспоминания о Балагуре и Весельчаке под поручике Сергея Семеновича Ржевском Оставила его племянница По ее словам, офицера выгнали из армии Уже через год службы за слишком фривольное поведение Например, он мог приехать на Бал Маскарад в костюме печки Печка была непростая, у нее было два отверстия впереди и сзади Соответственно, залез он в эту печку голым И эти два отверстия, конечно, были нужны для того, чтобы люди туда заглядывали Что, собственно, и было сделано На затворах печки было написано Не открывайте там угар В фильме «Гусарская баллада» поручик Ржевский участвует в Отечественной войне 1812 года На самом же деле будущий офицер родился уже после того, как война закончилась Большую часть жизни помещик провел в имении под Тулой Шокируя своими выходками провинциальное общество Мог приехать в женский монастырь и встать на службе сразу за спиной молоденькой монахини И когда она кланялась, и он кланялся, он обязательно утыкался носом ей в спину или чуть пониже Господина Ржевского решили выпроводить Две монахини взяли его под руки и вывели из монастыря Но он схватил их за руки и побежал с ними через всю площадь, крича Что-то такое по поводу мчиться тройку удалая Невероятно, но у этого фантастического персонажа тоже есть вполне реальный прототип Англичанин Уильям Смит в конце 19 века эмигрировал в США, поселился в Нью-Йорке и открыл мясную лавку Это был период, когда только отгремела гражданская война И был, как всегда, естественный всплеск преступности на территории США И люди боролись с этим как могли Появились даже такие персонажи, как линчеватели То есть это люди, которые творили самосуд Уильям Смит тоже как мог боролся с преступностью В 1878 году его осудили за избиение вора, пытавшегося украсть в его лавке баранью ногу Судья оправдал мясника, однако налеты на его лавку не прекратились Тогда Уилл Смит решил выйти на тропу войны Сшил для этого маску, которая в то время могла показаться, конечно же, смешной Она была прототипом маски Бэтмена, но со временем эта маска стала символом Одного из самых популярных комиксов и вообще героев современности Мало кому известный пограничник Михаил Поспелов тоже стал прототипом известного киногероя После Октябрьской революции этот белый офицер, единственный из всего гарнизона Не покинул пост на российско-персидской границе Свой дом в туркменском поселке Гермаб превратил в крепость и несколько месяцев держал осаду Он остался чуть ли не единственным боеспособным человеком на 100 километров от участки границы И у него была дочь, две дочери, жена Дошло до того, что он их обучил стрелять и вместе с ними очень долгое время держал оборону в своем доме И, конечно же, этот героический поступок попал, проник в кино, стал прообразом именно Верещагина Того, которого мы знаем как пограничник из Белого солнца пустыни В отличие от своего киногероя, Михаил Поспелов прожил долгую жизнь Он сражался с басмачами, дослужился до полковника и пережил Великую Отечественную войну Потом он вышел в отставку, но продолжал консультировать И именно там, как раз в районе Востока, Азии и так далее, Туркменистана Он помогал обеспечивать безопасность геологических разведок Положив свою жизнь как раз на то, чтобы служить Отечеству, какой бы оно ни было Мало кто знает, но у героя детского стихотворения про рассеянного с улицы бассейной тоже был свой прототип Даже два. Первый – знакомый Маршака поэт Владимир Пяст На это указывает один из черновых набросков Вместо чая он налил чашку полную чернил, вместо булки съел он мыло Очень горько это было Скорее всего, Маршак не включил эти строки в финальный вариант стихотворения поэтическим соображениям Пяст страдал от психического расстройства и иногда делал странные вещи Он съел несколько кусочков раскаленного угля И, испытывая, конечно, ужасную боль, решил запить эту боль, значит, водой Но под рукой не было воды, он выпил банку чернил Ну и это, конечно же, стало известно Самуил Яковлевич Маршак знал об этом факте Вторым прототипом рассеянного стал профессор Тимирязевской академии Иван Каблуков Он был настоящей легендой вуза, поскольку постоянно попадал в нелепые ситуации Множество историй про Каблукова рассказывали его студенты Например, одна из историй заключалась в том, что он пришел на лекцию в халате Но мало того, что он пришел в халате, он еще и брюки не надел Профессор путал свое имя и часто представлялся как Каблук Иванов Он регулярно выступал перед студентами в разных носках или ботинках А однажды и вовсе пришел на лекцию без обуви Ехал в трамвае И, видимо, решив, что он уже в каком-то помещении, снял галоши Оставил их, значит, рядом с сиденьем И вдруг заметил, что бесхозные галоши стоят Он, решив, что галоши здесь совершенно не нужны, выбросил просто их в окно Поехал дальше И когда он уже пришел в свой институт, он вдруг подумал, а где же его галоши? Два прототипа было у еще одного литературного героя Профессора Преображенского из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Один из них даже обиделся на писателя Считается, что прототипом профессора Преображенского является его дядя Булгакова Николай Покровский Какие-то черты характера этого человека приобрел и персонаж То есть он был такой немножко сердитый, немножко гневливый, очень умный, едкий, язвительный Сам дядя, конечно же, узнал себя в профессоре и был очень рассержен тем, что Михаил Булгаков так ярко и точно передал его внешность и повадки Как и профессор Преображенский, Николай Покровский был врачом Герой и его прототип даже жили в одном здании Булгаков только немного изменил название и Кулагинский дом стал Колобуховским Только вот операциями на семенниках животных дядя Булгакова не занимался Эту деталь для своего персонажа писатель позаимствовал у другого хирурга Сергея Воронова Он скрестил зебру и антилопу, скрещивал мышей и крыс и так далее, и так далее Одним из его открытий было то, что семенники приматов, высших приматов, можно использовать для омоложения организма И восстановление функций, да, половых функций Он начал сначала на животных эти эксперименты, потом он сделал эти эксперименты на себе К началу 1930-х годов Воронов пересадил тестикулы обезьян нескольким тысячам мужчин Но под давлением общества вскоре прекратил свои операции Выяснилось, что они не влияют ни на омоложение организма, ни на продолжительность жизни Далее в программе Трудности опознания Почему Сталин за два дня дважды получил известие о смерти Гитлера И кому принадлежал труп в мундире нацистского лидера, найденный советскими военными в здании Рейхсканцелярии В эфире «Загадки человечества» Вернемся через несколько минут 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз К тому моменту многие европейские страны уже были порабощены Но советский народ ответил врагу могучим сопротивлением Кровопролитная война длилась 1418 дней И завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока За 10 дней до этого главный идеолог нацизма Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством Почему Сталин не верил в то, что фюрер совершил суицид? И что странного заметили эксперты на официальной кинохронике опознания трупов нацистских преступников? Эти фотографии в мае 1945 года облетели всю мировую прессу Громкие заголовки не оставляли сомнений Идеолог нацизма и главный злодей в истории Адольф Гитлер мертв Видеохронику опознания тела фюрера включили в документальный фильм И показали в Советском Союзе Голос диктора комментировал Перед вами труп Гитлера Кадры, взбудоражившие весь мир, сняли 4 мая 1945 года в здании Рейхсканцелярии По воспоминаниям военного кинооператора Михаила Посельского По Берлину мгновенно разнесся слух о том, что найден труп Гитлера Посельский вместе с коллегой Иваном Пановым прибыл на место В одной из комнат на полу лежало тело неизвестного мужчины, похожего на фюрера Он был одет в мундир Гитлера, но при этом были штопанные носки Которые явно свидетельствовали о том, что это был человек гораздо более низкого социального уровня Выяснилось, что этот труп днем ранее достали из сухого противопожарного бассейна На опознании присутствовало несколько советских офицеров во главе с генералом Иваном Серовым Они сравнивали лицо покойника с портретом Гитлера А из медиков был там такой специальный эксперт один, который попросил, потребовал Показать ему фотографии Гитлера и непременно хотя бы одну из них в профиль Профиль, снятый сбоку И он уже по ушной раковине определил, что вот это Гитлер Говорит, что вот это то место у человека, где черты, это ушная раковина, извилинная и прочее, прочее Рисунок, он уникален, у каждого человека свой Однако пленные немцы, которых привлекли к опознанию, однозначного ответа дать не смогли Вице-адмирал Третьего Рейха Ганс Эрих Восс заявил, что тело, скорее всего, принадлежит фюреру Но стопроцентной уверенности у него не было Видимо, его смутило то, что у этого трупа, значит, на лбу, над носом было, в общем, пулевое ранение Которое все-таки трансформировало как-то, видимо, лицо и какие-то черты И поэтому у него полуясности не было Генерал Иван Серов доложил о результатах опознания Иосифу Сталину Тот сначала распорядился сжечь тело врага Но затем передумал и приказал немедленно доставить его в Москву Труп обложили льдом и подготовили к транспортировке Но на следующий день в Кремль пришла обескураживающая новость В фюрер-бункере нашли два обугленных тела Предположительно, Гитлера и его жены Евы Браун После того, как Гитлер покончил с собой, труп его был сожжен и тщательно захоронен Это было распоряжение Адольфа Гитлера перед смертью Но 5 мая труп Адольфа Гитлера и Евы Браун были найдены Часть одеялов, в которых был закутан труп В момент сожжения был обнаружен советскими солдатами Останки поместили в деревянные ящики и доставили в госпиталь берлинского района Бух Там к их изучению приступили советские специалисты Трупы сильно обгорели В относительной сохранности остались только ступни ног Кожа отсутствовала, отсутствовали части тела Имелись множественные переломы костей Ну и самое главное, отсутствовал свод черепа практически Было сформулировано заключение о причине смерти Что было отравление веществами, содержащими цианиды На основании того, что в полости рта обнаружены ампулы стеклянные Что от внутренних органов ощущался и на других трупах в большей степени запах горького миндаля Тела Гитлера и Евы Браун опознали личный дентист фюрера Фриц Эхтман и его ассистентка Кете Хойзерман У нацистского лидера было много протезов, которые и узнал зубной врач Последнюю точку в деле поставили показания коммердинера Хайнца Линге и адъютанта Гитлера Отто Гюнши Именно им фюрер поручил организовать погребение Они выполнили все в точности, как он и пожелал Сначала сожгли трупы, а затем похоронили их Кроме того, был, соответственно, взят в плен, захвачен один из сотрудников Гитлера Который опознал и подтвердил, что это действительно Адольф Гитлер После проведенного обследования трупа Гитлера Командующий фронтом Жуков и член военного совета фронта Телегин Которому было поручено, так сказать, возглавить комиссию по идентификации трупа Гитлера Доложили генералиссимусу Сталину о том, что указанный труп действительно является трупом Адольфа Гитлера Сталин, который за два дня дважды получил известие о смерти Гитлера Настороженно отнесся к полученной информации Он приказал удостовериться в том, что найденные тела действительно принадлежат нацистскому лидеру и его жене Важным доказательством является судебно-стоматологическая экспертиза В результате которой было подробно зафиксировано состояние зубов на челюсти Гитлера И потом сопоставление этих данных с данными, признаками, которые были описаны в прижизненных документах И на рентинограммах, прижизненных рентинограммах Гитлера Для экспертов предоставили вот этот, скажем так, объективно-стоматологический статус объективный Гитлера Они провели сопоставление и сказали, да, это он Но Сталина по-прежнему одолевали сомнения Расследование обстоятельств смерти Гитлера возобновили в мае 1946 года На месте его гибели удалось найти фрагменты теменной и затылочной костей с пулевыми отверстиями Агнестрельное ранение могло быть причинено или самим Гитлером Там как раз область повреждения позволяет причинить это повреждение самостоятельно Уже вторая версия, это значит, был посмертный выстрел, произведенный его слугой По мнению некоторых историков, Гитлер раскусил ампулу с ядом и одновременно нажал на спусковой крючок Восстановить картину случившегося помогли слуги фюрера Они рассказали, что 30 апреля после ужина он попрощался со всеми И вместе с Евой Браун удалился в свои апартаменты Через несколько минут оттуда раздался звук выстрела Когда коммердинер вошел в комнату, он увидел на диване тело Гитлера Свиска у него стекала кровь, рядом без признаков жизни находилась Ева Браун Нет никаких оснований считать, что Гитлер избежал смерти Это действительно был Адольф Гитлер, он покончил с собой И его смерть документально подтверждена А фрагменты останков Адольфа Гитлера хранятся в российских архивах Но кому в таком случае принадлежало тело, которое 4 мая 1945 года нашли в здании Рейхсканцелярии? Историки сходятся во мнении, что скорее всего советские военные нашли труп двойника Гитлера Его дальнего родственника Густава Веллера Фюрер, опасаясь возможных покушений, отправлял его вместо себя на некоторые официальные мероприятия Предположительно, двойника убил кто-то из гитлеровского окружения Затем тело подбросили на видное место, чтобы отвлечь внимание от настоящего фюрера При этом хочу подчеркнуть, что подобного рода мистификации были вообще-то в духе нацистской Германии Давайте вспомним о том, как началась Вторая мировая война Она началась с того, что немецких солдат Адольф переодел в польскую форму И расстрелял на польско-немецкой границе, обвинив Польшу в нападении на Германию Вот эти вот сеансы с переодеванием, это в духе Адольфа Гитлера Когда тело двойника Гитлера доставили в Москву, его лично осмотрел Сталин К тому моменту он уже знал, что в ставке фюрера нашли два обгоревших трупа Предположительно, главы Третьего Рейха и его жены Сталин не знал Гитлера настолько, чтобы по каким-то чертам лица Или, так сказать, каким-то меткам на теле узнать, Гитлер это или нет Просто в силу того объема информации, которая в это время была уже у верховного главнокомандующего Он принял решение, и это решение было подтверждено о том, что это не Гитлер По одной из версий, Сталин распорядился сжечь труп двойника фюрера в московском крематории По другой, чекисты некоторое время хранили его в подвале, а затем закопали во дворе Лефортовской тюрьмы Французский математик Пьер Симон Лаплас говорил То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно Меня зовут Олег Шишкин, и это были «Загадки человечества» Редактор субтитров А.Семкин